Друзья, всем привет! Рады вас видеть на канале Фактограф. В этом видео мы поговорим о животных, которые, словно средневековые рыцари, всю жизнь проводят в доспехах. Но их броня состоит не из металла, а вырастает на теле сама по себе. Оставайтесь с нами, если хотите узнать, как выглядит аропайма, кузовок и дьявольский броненосец. Что общего у индийского носорога, малайского панголина и броненосца? И почему некоторые животные, обладая мощной броней, оказывались на грани вымирания? Давайте знакомиться поближе с этими причудливыми зверками. Представляем вам 11 самых ярких представителей животного мира, наделенных живым щитом. Ядовитая рыба с броней и кузовок. Коробочки, коровы, кузовки. Так называют семейства этих необычных рыб. Посмотрите на них, эти названия и вправду им подходят. Сразу бросается в глаза кубическая угловатая форма тела. Она сформировалась благодаря прочному костному панцирю, образованному из сросшихся многоугольных пластин. Внутри костного скелета есть отверстия для важных частей тела, рта, глаз, плавников. А на его поверхности выступают заостренные шипы или рога. Молодые кузовки окрашены в желтый цвет с синими пятнами. С возрастом пятнистый узор постепенно исчезает. Рыбы-коробочки встречаются в тропических и субтропических зонах Индийского, Атлантического и Западной части Тихого океана. Рыбки обитают малочисленными группами в лагунах и в коралловых рифах. Они очень пугливые и прячутся в расщелинах при малейшей опасности. Все кузовки содержат в коже ядовитое вещество остатсотоксин. Яд начинает выделяться в любой стрессовой ситуации, отравляя окружающую среду. Такая защитная реакция организма может спровоцировать гибель самих рыб-коробочек и их соседей. При содержании кузовков в аквариуме важно помнить эту особенность. Жук-дьявольский броненосец. Его невозможно раздавить ногой, ни разбить молотком, ни разъехать автомобилем. Жук спокойно живет до 8 лет, не опасаясь, что его съест какой-то хищник. Насекомое длиной около 2,5 см способно выдерживать нагрузку в 39 тысяч раз больше его собственного веса. А весь секрет состоит в особенностях экзоскелета – жесткой оболочки тела. Он образован из хитина, усеянного внутри вкраплениями концентрированных белков. В ходе эволюции надкрылья героя срослись в единый бронежилет, а крылья атрофировались. Броненосцы не наделены способностью летать, они лишь ползают. Надкрылья соединяются между собой с помощью микровыступов, как кусочки пазла. Конструкция получается гибкая, но прочная. Дьявольский жук обитает в западной части Северной Америки. Живет под корой хвойных и лиственных деревьев. Черный окрас и шероховатая броня помогают ему слиться с окружающим миром. Внешний панцер дьявольского жука считается одним из самых крепких из всех членистоногих. Возможно, тщательно изучив крепкий щит броненосца, в будущем ученые смогут создать на его основе искусственный сверхпрочный материал. Калихтовые сомы – популярные рыбы наших аквариумов. Семейство калихтовых насчитывает более 140 видов. Длина их тела достигает от 2,5 до 20 сантиметров, а аквариумных видов не более 7,5. Эти рыбы покрыты костными пластинками, которые расположены параллельными рядами по бокам тела. Различия между родами обусловлены типом панцерного утолщения на спине. Сомы с броней имеют острые шипы на спинном, грудном и жировом плавнике. У них вытянутое тело треугольной формы, приплюснутая со стороны брюшка. Верхняя челюсть украшена двумя, а иногда – одной парой хорошо развитых коротких усиков. В естественной среде семейство панцерных рыб водится в пресных водах Южной Америки. Эти сомы относятся к стайным рыбам, поэтому селить их в аквариуме рекомендуется соседями. Представители колихтовых дышат кислородом. Часто можно увидеть, как они заглатывают воздух у поверхности воды. В целом панцерные сомы неприхотливые, миролюбивые, всеядные и удобные в содержании. Броненосец – самый известный бронированный зверь. Появился он в природе около 55 миллионов лет назад. На протяжении долгих лет выживать этому виду помогал именно прочный панцирь. Как выглядит броненосец, знает практически каждый человек. Он как будто одет в кольчугу. Но эта броня сделана не из металла, а из костной ткани. Костные пластинки, покрытые чешуей, образуют прочный и одновременно гибкий панцирь. Отдельные обручеподобные полосы окутывают тело животного по бокам и сверху. Макушка броненосца покрыта роговевшими пластинками, а хвост – кольцами чешуи. На животе, шее и мордочке растет негустая шерсть. В случае опасности некоторые подвиды броненосца могут свернуться в клубок, защищая уязвимые части тела. Бронированные звери обитают в Южной, Центральной и на юге Северной Америки. Они живут в местах с песчаным грунтом, как правило, поближе к любимому лакомству – муравьям и термитам. Эти неуклюжие животные достаточно быстро бегают и хорошо плавают. Кроме того, броненосцы – одиночки, ведущие ночной образ жизни. Индийский носорог – опасный богатырь с панцирем. Это второе в Азии животное по размерам после слона. Самые крупные особи вырастают до двух метров с массой более двух тонн. Серо-розовая голубая шкура зверя разделена складками на большие части, которые свисают словно панцирь. На ушах и хвосте имеются небольшие кисточки, а над носом – шишкообразный рог. Шкура индийского носорога почти полностью лишена шерсти и постоянно покрыта слоем грязи, в которой он принимает ванну. Эти травоядные парнокопытные предпочитают жить поодиночке возле водоемов. Один самец занимает около четырех квадратных километров, отмечая свою территорию кучами навоза. С виду неуклюжие животные достаточно подвижные, они могут развивать скорость до 40 километров в час. Они имеют хороший слух, обоняние и отменную реакцию. Панцирные носороги очень агрессивные. В опасной ситуации они издают настоящий рев и нападают, нанося противнику глубокие раны сильными нижними резцами. Ни одно дикое животное не способно выстоять в схватке со взрослой особью индийского носорога. Гигантская арапайма – малоизученная рыба-убийца. Это водное животное является одной из самых крупных пресноводных рыб планеты. Ее длина достигает 2-3 метров, а максимальный зафиксированный вес – 200 килограммов. Арапайма – огромный хищник, в рацион которого входят рыба, птицы и мелкие животные. Большая рыба-убийца обитает в Южной Америке в бассейне реки Амазонки. Ее вытянутое слегка сжатое тело покрыто рельефной чешуей, похожей на драконию. Чешуя настолько крепкая, что ее невозможно проткнуть даже ножом. Непробиваемая броня спасает арапайму от кровожадных соседей – пираний, поедающих любое животное существо. Арапайма – редкий вид, который встречается чаще всего в заболоченных водоемах с низким содержанием кислорода. Чтобы выжить, рыба выныривает из воды каждые 20 минут и вдыхает порцию воздуха. Эта привычка арапаймы привела к катастрофическому сокращению популяции вида. Люди выслеживают хищника, когда тот поднимается на поверхность и ловит в сети. Панголин – ящер, что сворачивается в шар. Это семейство необычных зверей, которые внешне напоминают еловые шишки. По ряду особенностей, в частности питанием термитами и муравьями, животные близки к броненосцам и муравьедам. Панголины – это ящеры из отряда плацентарных млекопитающих, покрытые твердой броней. Пластинчатые чешуйки ромбовидной формы налегают друг на друга словно черепица и защищают тело и хвост животных. Чешуи подвижные и настолько остры, что режут словно лезвие. На брюхе, мордочке и внутренней части ног ящеров растет короткая жесткая шерсть. Окрас серобурый, вес достигает 27 килограммов. Также у панголинов большие мощные когти и длинные липкие языки. Чешуйчатые ящеры расположены в Юго-Восточной Азии и в Экваториальной и Южной Африке. Они живут в тропических сухих лесах и саваннах. Некоторые ящеры селятся на деревьях, другие – в норах под землей. Столкнувшись с опасностью, панголины сворачиваются в тугой клубок, пряча голову под хвост и отпугивают врагов зловонной мочой. Черепаха – неприступная крепость в броне. Наличие панциря – визитная карточка черепах, одних из самых древних представителей животного мира. Для них панцирь является своеобразным передвижным домиком и надежным укрытием от врагов. Он представляет собой взросшиеся ребра и позвоночник, покрытые прочными роговыми щитками. Этот своеобразный бронированный жилет состоит из двух сегментов – карапакса – спинной части выпуклой формы и пластрона – плоской брюшной части. По структуре он напоминает человеческие волосы или ногти. Конструкция достаточно крепкая, способная выдерживать большие нагрузки. Размер, форма, рисунок и количество щитков на панцире являются важными видовыми признаками присмыкающихся. Черепах можно встретить практически в каждом уголке Земли. В зависимости от места обитания они делятся на морских и наземных. Наземные, в свою очередь, делятся на сухопутных и пресноводных. Образ жизни разных подвидов черепах также влияет на строение и внешний вид карапакса. Кайман – крокодил с костным панцирем на брюхе. Род кайманов относится к семейству аллигаторов, но за счет особенностей строения тела выделяется как отдельная единица. Аллигаторы, меньше остальных крокодилов, не такие агрессивные и более ленивы. Кайманы в процессе эволюции обрели крепкий брюшной панцирь из сросшихся, окостеневших чешуй. Подвижная защитная броня оберегает тело животного от нападения хищных рыб. Еще кайманы отличаются отсутствием носовой перегородки, у них только одна ноздря. Встречаются панцирные аллигаторы в различных водоемах Центральной и Южной Америки. Они любят влажные низменности и стоячую воду с богатой растительностью. Взрослые особи кайманов вырастают в длину до 2-3 метров. Из-за небольших размеров, особенностей строения челюсти и излишней пугливости, эти рептилии питаются более мелкой живностью, чем другие крокодилы. Речной рак. Рыцарь в хитиновой броне. Речных раков можно встретить в любой части мира, в том числе и на территории Европы. Они живут в чистых пресных водоемах, реках, озерах, ручьях. Днем они прячутся в норах, на дне или под камнями. Ночью выходят на охоту, передвигаются животные задом наперед. Речные раки – типичные и довольно крупные представители членистоногих. Размер этих животных достигает 15-20 сантиметров. Их тельцы покрывает твердая броня хитиновая кутикула, пропитанная карбонатом кальция. Прочный панцирь выполняет функцию скелета, защищает внутренние органы, а зеленовато-бурый окрас способствует отменной маскировке в воде. Тело раков делится на голово-грудь, брюшко и хвост. У ракообразных есть пять пар ходильных ног, две пары усиков, три пары челюстей, три пары ногочелюстей и парные двухветвистые мини-ножки на каждом сегменте брюшка. Со временем облекающая хитиново-кальцевая броня становится тесной. Панцирь не растет вместе с хозяином, поэтому его приходится менять. Взрослые особи линяют раз в 4-5 месяцев. Маленькие раки меняют свою одежку каждую неделю. Бронированный кузнечик – жуткий обитатель пустыни. Это не те милые кузнечики, которые будут играть вам на скрипке. Это настоящие ядовитые убийцы, не знающие пощады. Их гигантское тело, вырастающее до 7 сантиметров в длину, покрыто крепкой хитиновой броней с шипами. Безумные кроваво-красные глаза, мощные челюсти, способные прокусить до крови кожу человека, придают кузнечикам еще более устрашающий вид. Эти жуткие киборги водятся в африканской пустыне Калахари. Суровые условия засушливого континента плохо сказываются на развитии животного мира. Здесь нет воды и очень скудный выбор пищи. Чтобы выжить в самом жарком месте планеты, бронированные кузнечики научились есть абсолютно все. В их рацион входят растения, новорожденные птенцы и даже членистоногие собратья. Благодаря плотному бронежилету самим хищникам не грозит участь стать чьим-то обедом. Кроме того, если африканские кузнечики чувствуют угрозу, то начинают выделять из-под панциря отвратительный яд, и враги сами избавляются от противной еды. Это была подборка из 11 животных, которых природа наделила броней. Врожденные щиты берегут зверей от преждевременной гибели и помогают им выживать в условиях беспощадной дикой природы. Какой зверек из нашего топа понравился вам больше всего? Пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok